Мы живем в изменчивом мире, где появляется много новых профессий, но одна из ключевых ценностей высшего образования – это то, что оно учит учиться. Каждый абитуриент волнуется перед поступлением в ВУЗ и серьезно подходит к выбору университета. Я приехала из России, из республики Бурятии. У меня здесь уже учится моя старшая родная сестра. Она очень хорошо отзывалась об этом университете, и я решила тоже последовать за ней и прийти сюда. Я немного взволнована, и мне очень интересно посмотреть в кабинеты, в которых я буду учиться, и то, как все будет проходить, насколько сильно это будет отличаться от школы. Вообще так получилось, что мой папа программист, и как-то это семейно передалось, наверное. Поэтому, скорее всего, прикладная математика. А так? Не знаю, мне это может ближе, поэтому выбрал прикладную математику. Люди здесь очень теплые и приятные. Всегда пытаются помочь. Мне все говорят, что хороший университет. Мои друзья тут учатся. В этом году вновь выбор сотен абитуриентов пал на один из лучших университетов Армении, на Российско-Армянский университет. Сейчас, как вы видите, у нас идет прием абитуриентов. До 10 июля у нас будет идти прием на бюджетные места заявлений. И до 18 августа у нас продолжится прием на платные места. Как видите, у нас много абитуриентов. Наши работники даже не всегда успевают без очереди обслуживать наших абитуриентов и принимать заявления. За актуальным числом вы можете следить на нашем сайте по ссылке www.missrao.em. Актуальная информация, которая сразу же обновляется на сайте. У нас очень сильно увеличился приток детей из России, несмотря на то, что у нас всегда были дети из России, дети военнослужащих, которые здесь служат. Но вот эти последние два года характеризуются именно тем, что именно приезжают дети из России, которые не имеют никакого отношения к Армении, ни их родители, они здесь не служат. Некоторые даже просто буквально в интернете находят университет, чуть ли не узнают, что есть такая страна, есть такой университет, приезжают. Надеемся, что им у нас понравится. Мы пытаемся им создать все условия для того, чтобы им было здесь комфортно. И кроме этого, у нас в этом году открывается совместная программа с Высшей школой экономики, коммуникационный дизайн, которая на территории Армении. Единственная такая программа, которую нигде в Армении не реализуется. И у абитуриентов есть шанс, находясь в Армении, параллельно получить два диплома. Дипломы Высшей школы экономики по дизайну и диплом РАУ по направлению рекламы и связи с общественностью. Учитывая новые реалии и положение в мире, в Российско-армянском университете дана возможность подавать документы онлайн, а в особых случаях даже позволяют провести вступительные экзамены дистанционно. Мы проводили еще прием онлайн, то есть дети записали заранее, мы потом им звонили, они приезжали или онлайн вообще проводили экзамены. Например, для детей из Карабаха, ну все мы знаем, что там дороги закрыты и они не могут приехать, мы проводили онлайн экзамен, они сдавали онлайн. Есть еще дети из России, из Украины, Грузии, Америки, приезжают очень много. Я думаю, будущее будет хорошее. Российско-армянский университет уже на этапе поступления играет большой урок в жизни будущих студентов, ведь многие из них ради получения достойного высшего образования переезжают в Армению. Я приехала из города Новосибирск, из России. Этот месяц у меня получается как ознакомительный, но да, я подаю документы в РАУ, русско-армянский университет, буду здесь учиться, хочу здесь учиться очень. Родственники, которые живут здесь, мне его и порекомендовали. Здесь очень много людей, причем очень много разных людей. Очень хочется познакомиться с новыми людьми, как из Армении, так и, наверное, из России. Я думаю, их тоже будет много. Я надеюсь на то, что будет качественное обучение. Думаю, мне здесь понравится. Я думаю, что все будет хорошо. Поэтому очень буду ждать экзаменов и, соответственно, результатов. Очень жарко и красиво. Очень красиво. Я, когда даже ехала сюда, подметила, что у вас очень красивая архитектура. Очень приятные люди, мне только что очень помогли, очень по-доброму, все хорошо объяснили. Слава Богу, спасибо большое. Между прочим, поступают не только те, кто в начале своего пути, но и те, кто уже имеет опыт работы в своей сфере. Я бы сказал, что у меня даже есть уже образование, но оно такое практическое во многом. В плане того, что я и работаю журналистом, и у меня есть свои какие-то проекты, и я много работаю в Армении, уже приехав сюда после войны. Напомним, что Российско-Армянский университет уверенно входит в число лидирующих высших учебных заведений как по стране, так и по региону в целом. Продолжение следует...